Этот год стал очередным нетипичным годом для вегетации азимой пшеницы. И перед многими из вас стоял вопрос, обделать ли фунгицидную обработку по флаг-листу и каким классом действующих веществ. Так как влаги нет и весь запас осенней инфекции остался в нижнем ярусе. И поэтому мы хотим вам продемонстрировать, как работала система защиты с препаратом Элатус в условиях текущего года на азимом ячмене и двух сортах азимой пшеницы. Мы сейчас с вами стоим между двумя вариантами на азимом ячмене с применением препарата Элатус. Справа от вас вы видите делянку, обработанную триазольными препаратами в фазу флаг-листа. Давайте мы его поближе посмотрим. Прошу вас оценить общее состояние посевов и его физиологическое состояние. Слева от вас находится вариант, обработанный препаратом Элатус, также в фазу флаг-листа. Сегодня у нас идет с вами 39-й день после проведения обработки. Давайте мы с вами детально сейчас посмотрим на снопах, состояние растений. И сейчас еще отберем сноп с делянки с препаратом Элатус. Уже сейчас мы можем с вами визуально оценить физиологическое состояние растений. Мы видим интенсивность зеленого цвета. Если мы возьмем вариант с триазолами, здесь наглядно можно наблюдать, что полноценно работающих на урожай листов, но здесь, например, два листа, здесь у нас, можно сказать, полтора листа, то есть уже идет практически отмирание листьев. Все-таки в условиях стресса здесь вообще уже листь не работает. Если мы посмотрим на вариант с Элатусом, то у нас здесь мы можем наблюдать на одном растении 2,5 листа, 3 листа, да, тех здоровых, которые продолжают работать на налив урожая. Так как этот год у нас был стрессовым засуха в период закладки колоса, мы наблюдаем редуцирование нижних колосков в колосе. Вот, и поэтому сейчас перед нами стоит ключевая задача налить полноценно колос для получения достойного урожая. Давайте сейчас с вами попробуем в эту фазу, сейчас молочно-восковая, уже посмотреть разницу в весе. Возьмем с вами штук по 10 колосев подряд. Сейчас я предлагаю переместить фокус на цифры на весы. Дорезаем количество колосков, нам не хватает еще 6. И видим цифру на весах, пляшет 19, 20, грубо говоря, 2 грамма 1 колос. Давайте теперь срежем с другого варианта и сравним наши цифры. Считаем количество колосев в 8, 9, 10. И видим на экране 28 грамм. Разница у нас составила 8 грамм, что практически 30%. Дорезаем количество колосев. 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 Дорезаем количество колосев.